Работу, стабильный заработок, а главное крышу над головой предложило государство многодетным и малообеспеченным семьям из трудоизбыточных южных регионов страны. Айгуль Башпанова среди многих воспользовалась данной государственной поддержкой и переехала с четырьмя детьми в Экибастуз. По программе Нурлетес мы приехали в Экибаст, нам дали трехкомнатную квартиру, как многодетная, у меня четверо детей, старшая там закончила учебу и работала там, сейчас замужем. Вторая дочка здесь в колледже учится, третья хочет документы собирать, мне в колледж хочется поступить. А сын четвертый класс закончил. По составу семьи Айгуль Башпанова получила положенную семье трехкомнатную квартиру. Первый год Акимат оплачивал арендную плату прибывших семей. Помимо трудоустройства, детей обеспечили местами в детских садах и школах. Квартира очень теплая, светлая, двор у нас очень хороший, дети все играют, игральная площадка есть у нас, дети все довольны. По словам Айгуль Башпановой, арендная плата за квартиру у нее составляет около 10 тысяч тенге и плюс комуслуги. В столице же за съемное жилье она платила 150 тысяч тенге ежемесячно. Конечно, сумма была неподъемной для матери-одиночки. Сейчас же с переездом в Экибастуз жизнь наша наладилась, признается женщина. С момента переезда семьи прошло чуть свыше двух лет и с тех пор никакого ремонта в квартире они не делали. Не было необходимости, рассказывает Айгуль. Мелкие есть по ремонту, ну это можно устранить. По дизе ходят, у нас сколько много детей, но все равно там они корябают, царябают, ссорят. Но мы хотим на следующей неделе по тысяче собрали, левкасить. И где убирают, там и чистота, соблюдаем. Соседи все живем дружно. Ну, все у нас устраивает, все хорошо. Спасибо, что нам такие дали жилье. Хорошо, что такие программы у нас есть. Самое главное, крыша над головой. Остальное все можно устранить, сделать.